Уважаемые предприниматели, уважаемые коллеги, мы приветствуем вас в Москве. Еще раз уже теперь лично поздравляю вас с избранием на очередной строк в качестве генерального старения Совета Европы. Мы уверены, что Совет Европы может и должен сыграть активную и конструктивную роль в этом непростое время. У всех мы умер Украина, и мы уверены, что действия России в качестве генерального старения Совета Европы должны полностью выполняться, равно как и договоренности, заключавшиеся в Женеве, Берлине и других странах. Все кто-то в том числе и в Украине, и мы уверены, что решения Конституции Европы, Конституции СССР, ОССР, 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 ОССР. Это касается расследования всех преступлений, всех инцидентов, будь то Майдан, Одесса или катастрофы малайзийского боя. Это касается необходимости срочного согласования безусловного прекращения огня и начала инклюзивного политического диалога. И мы стараемся внести вклад в усилия по запуску украинского диалога между Киевом и Юго-Востоком. Мои вчерашние предложения, которые президент Путин озвучил после своего телефонного разговора с президентом Порошенко, лежат на столе переговоров. И мы надеемся, что противопошествующие сотрудники Украины воспользуются этими идеями и постараются договориться в ходе предстоящего заседания контактной группы. Мы пытаемся сделать нашу неправильную contribуцию в направлении в Украине обратно к норме. И вчера Владимир Путин проводил телефонную conversацию с м. Порошенко. После этого он выполнил 7-поинтов план на деэскалах ситуации в Украине. И эта предложение сейчас находится на договорах. Между киевскими властями и ополченцами в рамках контактной группы. И это предложение для противоположных партнеров в Украине под контактной группой между Киевом и милицией. Между киевскими, безусловно, Совет Европы имеет гораздо более широкую повестку дня. И мы видим и другие, может быть, менее острые, менее зримые, но все-таки серьезные вызовы той роли, которые в Совет Европы призваны играть, имеют в виду обеспечения единого правового пространства для всей Европы. И мы видим, что есть другие, может быть, менее осуществленные, менее осуществленные задачи к роли, что Канцюль Европы играет в том, в том, что позволяет создать единого легального места в целом европе. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом вопросе не было двойных стандартов, чтобы все те, кто живет в странах, являющихся членами Совета Европы, ощущали себя одинаково защищенными своих правах, прежде всего в отношении прав и свобод человека, включая права национальных меньшинств. И наш важный цель – это убедиться, что нет двойных стандартов в Европе, что люди в каждом стране Канцюля Европы чувствуют, что их права абсолютно защищены, особенно, включая их основные права и свободы. И это также важно для защищения права национальных меньшинств. И мы надеемся и, в общем-то, даже можем с большой долей уверенности рассчитывать, что продолжение вашей работы на посту генерального секретаря с вашим опытом, с вашим умением находить общеприемленные подходы к различным сложным ситуациям пойдет на пользу в нашей общей европейской организации. И мы надеемся, и я думаю, что мы можем даже сказать, что вы продолжаете работать в этом Офисе, несмотря на вашу эксперименцию, и вашу преимущественную способность, для того, чтобы найти общеприемные подходы следует перед всеми в этой организации. Но, конечно, не в ущерб вашему грязности председателя Комитета по присуждению в Убревской премии мира. Но, конечно, это не будет председатель от вашего председателя, как господина Комитета Мобильской премии. Какая учителя, если вы не ajudаете то, какой-нибудь мобильской премии Спасибо большое за путешествие учитывая обучение в Москве. Я уверен, что это не будет председатель в Горьбе, где мы можем побывать обращаться У нас есть кооперация между Камсфер и Российской Федерацией, между нашими офисами и вашими авторитетами. Почему я решила идти к Киеву сначала и потом к Москве, это, конечно, крисия в Украине. Я следую за то, что происходит в Украине, каждый день, каждый минут. И мы получили очень серьезные новости. Милитарный конфликт был в одном из наших штатов. И президент Порошенко заявил, что милитарные и русские институты были в этом конфликт. И мы все знаем, что этот конфликт улучшил большие страдания. Многие мертвы, и тысячи тысячи людей уничтожили в их домах и уничтожили в Украине, и также на русском территории. Большое спасибо, господин Министр, за предоставленную возможность встретиться с вами в Москве. Я хотела бы обсудить все проблемы, которые сейчас беспокоят и Советы Европы, и Российской Федерации. Я надеюсь, что в ходе моего визита состоятся также беседы представителей Совета Европы с вашими властями. Я решила сначала посетить Киев и только после этого приехать в Москву, поскольку ситуация, связанная с украинским кризисом, является одной из основных причин нашей обеспокоенности в данный момент. Мы наблюдаем сейчас на Украине ожесточенный конфликт. И это государство, необходимо это иметь в виду, является одним из участников Совета Европы. При этом также важно отметить, что президент Порошенко утверждает, что российские военные принимают участие в плакновении на юго-востоке Украины. И, как всем известно, уже отмечается огромное количество жертв. Больше всего страдает гражданское население, тысячи людей покидают в стражу. И этот конфликт, конечно же, также важен для общественной организации и для всех европейских институтов, потому что Канцлер Европы был создан после войны, чтобы избежать новые войны в Европе. И, в самом деле, это было написано в статусе Канцлер Европы, что мембер-статцы обязаны найти свободные решения для конфликтов между их мембер-статцами. И я вижу этот конфликт также как ошибка для европейских институтов, которые были созданы после войны, чтобы избежать таких конфликтов. И, кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что конфликт на Украине представляет собой очень важный вызов также изведенности всех европейских институтов, включая Совет Европы, поскольку они были основаны после войны. И в статусе Совета Европы записано, что государства-члены этой организации обязаны предотвращать вооруженные конфликты мирными средствами. И это также важный важный вопрос для нас, потому что, в этом конфликт, правила, которые были гарантируем, и которые были выполнены на Украине, которые были виноваты каждый день. Люди живут в этой зоне конфликт, и также те, кто был в России, и многие ИДПы в Украине. Свои правила должны быть следователем. И это, конечно, один из процессов, конечно, возникновения европейских институтов. Кроме того, для нас это является таким большим вызовом, поскольку необходимо обеспечить защиту прав людей на Украине, которые сейчас страдают от конфликта. В данный момент их права, предусмотренные Европейской конвенцией по защите прав человека, постоянно нарушаются. И нам необходимо обеспечить их защиту, кроме того, обеспечить защиту прав людей на украине, которые сейчас на Украине большого количества, и именно в этом заключается одна из основных задач Совета Европы. Поэтому мы называем всех партий, чтобы пытаться сделать все, что они могут, чтобы остановить этот блокчат, чтобы уничтожить реторику на двух сторонах, чтобы начать процесс о деэскалах этого конфликта. И я называю, конечно, рационные авторитеты, чтобы использовать их влияние на тех, что вы делаете в этом конфликте на украинской земле, чтобы идти в эту сторону. И я надеюсь, что вы также можете поговорить, как сотрудники могут поддерживать в таком позитивном процессе, с способами и инструментами, которые нужны. Спасибо. Мы хотели бы обратиться к президенту ко всем сторонам конфликта. Мы призываем их сократить кровопролитие, сделать свою риторику менее жесткой и направить все усилия на деэскалацию конфликта. Мы считаем, что и российские власти должны задействовать свое влияние на сторону украинского конфликта. Я надеюсь, что сегодня у нас с вами будет возможность обсудить, какой вклад Совет Европы может нести переэскалацию ситуации, учитывая те средства, в которых вы располагаете. Я с вами абсолютно согласен в том, что мы имеем кризис в европейских институтах. Я только что об этом говорил с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Илки Панеровым, и мы убеждены, что те высокие принципы, которые заложены в основном деятельности ОБСЕ и Советы Европы не уважаются в целом и становятся жертвы военных стандартам. Очень честно. Я абсолютно согласен с тем, что вы говорите о крисе европейских институтах, и я просто обсудила это с Илкой Конерва, главным парламентской ассамблеи ОСЕ. И я думаю, что самые высокие принципы Консулы Европы и ОСЕ в данный момент из-за двух стандартов, которые выполнены. Я убежден, что пока мы не откажемся от попытки увековечить раздавительную линию в Европе, пока мы не возьмемся всерьез за обеспечение на практике принципы неделимости безопасности во всех ее измерениях, то есть пока мы системно не решим проблемы общеевропейского характера, мы будем время от времени натыкаться на ситуации, которые похожи на украинский кризис. не случайно, буквально в те дни, когда после контактов на уровне президентов России и Украины, после минской встречи, с которой приняли участие президенты там стран Таможенного союза Украины и представителей Евросоюза, после предложения президента Путина, с которым он выступил так называемой инициативой «Семипунктов», вот ровно в эти моменты, когда нащупываются какие-то подходы к тому, чтобы начать решать конкретные проблемы между Киевом и ополченцем, ровно в этот период прозвучали требования из другой части киевских властей, о необходимости отбросить неблаговый статус, а начать вступать в НАТО. Это откровенная попытка впустить под откос все усилия направленные на завязывание диалога с целью обеспечить национальное согласие. И я думаю, что события, которые сейчас происходят на нашем коинциденте. Эти события, которые мы видели recently, происходят после контакта между Путином и Порошенко, после встречи в Минске, где официалисты, Украинский президент и комиссионеры Европейской Федерации, после Путина «Семипунктов», после того, после того, после того, мы слышали голоса других частей авторитетов, которые сказали, что они должны переносить на их статус не-блок-статус и присоединить МЭТО. Я думаю, что все это сделано в том, чтобы все усилия все усилия, которые были в начале политического диалога. И необходимо пресечь подобные попытки, необходимо перестать провоцировать такого рода подходы, такого рода провокации из-за рубежа, и всем работать в одном направлении, в направлении обеспечения национального единства на Украине. И я думаю, что мы должны предоставить партии от принимать такие усилия, мы должны предоставить такие провокации, которые происходят от окружающих, и мы должны все действовать в одном направлении. Украина, как и многие европейские страны, я уверен, хочет, чтобы победил украинский народ во всем своем многонациональном единстве. Некоторые западные наши партнеры, включая, к сожалению, самого влиятельного игрока в Соединенные Штаты, хотят, чтобы победила НАТО, и чтобы победила ситуация, когда Америка диктует всем свою роль. Это концепция исключительности, которую президент Обама неоднократно провозглашался с этих требований. До добра не доведет, ты уже не довел. Российская Федерация, как я уверен, некоторые европейские страны, верно, что самое важное для того, чтобы украинские украинские какого-то мультинационного страны. Но, unfortunately, некоторые наши украинские партнеры, которые, во-первых, во-вторых, неизвестны, но мы уже уже видим результаты. Мы заинтересованы в том, чтобы Совет Европы играл важную роль, в том числе, по выполнению принятых ранее решений о расследовании событий, которые произошли после ноября в Украине. Но создаётся впечатление, в том, что те, кто изменили эти идеи в Европе потеряли свой интерес в выполнении их, после того, что в Киеве изменилось. Я знаю вашу позицию, и мы её поддерживаем. Она заключается в необходимости довести расследование до конца, и расследовать нужно все инциденты, которые произошли за период после февраля события. Я знаю, что ваша позиция является, и мы полностью поддерживаем ее. Это очень важно финализировать все исследования и все инциденты, которые происходят после февраля в Украине. Мы будем готовы поддерживать другие формы усилий Советной Европы, в том числе связанные с обеспечением безопасности журналистов, с обеспечением право-национальных меньшинств, потому что с этим в Украине тоже далеко не все в порядке. Я имею в виду не только русских, но и Венгров, Румын, поляков, и другие меньшинств. И мы готовы поддерживать другие формы Гонселя Европы и поддерживать безопасность национальных минерах в Украине, потому что ситуация не совсем не только национальных минералов как русских людей, я также национальных и журналистов. И мы также поддерживаем инициативы Консула Европы, на протяжении журналистов. В целом, мы за то, чтобы вы взаимодействовали с ОБСЕ, учитывая, что ОБСЕ разгоннула большую мониторинговую миссию на Украине, она предоставляет этой миссии более объемную информацию, которая, конечно же, полезна для того, чтобы составить верное впечатление о происходящем. И, в целом, мы поддерживаем вашу дальнейшую сотрудничество с ОСЦЕ, потому что в данный момент ОСЦЕ объявила огромную миссию в Украине, и она предоставляет много информации, которая, конечно, будет полезной в вашем работе.